Добрый день. В Латвии практически не осталось активистов гражданских, которые смело выражают свои мысли. Их можно посчитать буквально по пальцам. И среди них есть Сергей Маливанов. Сергей сегодня с нами. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сразу задам вопрос. Почему вы не боитесь выражать свою точку зрения тогда, когда это реально опасно? Ну, я скажу так, что у меня нет задачи похоронить Латвию, либо сделать что-то ей плохого. Я, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы Латвия жила в добрососедстве со своими соседями, с уважением относилась ко всем, кто проживает на ее территории. Соответственно, бояться мне нечего. Единственное, что у нас законодатель запрещено, это восхваляет действия России на Украине. То есть говорить об этом правду у нас чревато. Поэтому мы не будем обсуждать действия России на Украине. Хорошо. Тогда вот расскажите, что происходит в Латвии на данный момент с русскими людьми, с русским языком, в целом экономически, насколько все стало тяжело? Ну, наверное, стоит начать с истории, которая была. И начать нужно вот оттуда с глубины веков. То есть, как европейцам удалось вот тогда, в 1200-х годах, завоевать Латвию. Что они сделали? Они приплыли сюда на лодочках, на суденышках. Каким-то путем взяли или поменяли там на что-то или что-то еще, взяли детей с собой в дорогу в Германию. И потом один из них по имени Каупа побывал даже у Папы Римского. Там они воспитали, извините, манкуртов, которые вернулись опять крестоносцами в Латвию и огнем и мечом покоряли Латвию дальше. Это так, урок из истории. В принципе, примерно аналогичную ситуацию в 90-х годах нам озвучивал Генри Киссингер. Это какой-то американский политический деятель, я не помню, что его должность. Но он сказал примерно так. Хочешь победить врага? Воспитай его детей. Именно это они сейчас и пытаются сделать. То есть, если в 20-х годах, когда принимался за 22-й год закон образования при Первой Республике, то в нем было, что определение то, на какой языке будет учиться ребенок определяют родители. По-моему, было 8 языков, которые оплачивало государство, если набирается класс. Ну или школа, скажем так, да. Остальные школы имели право быть, но при условии, что это частные школы. Ну, условно, я точно знаю, что французский не входил в общую программу этих 8 языков, для которых было возможно обучение в Латвии, но французская школа была. Ну, для примера, скажем, да. То есть, растут достаточно редкое население в Латвии, но они были. Я точно знаю, что при всем, при том, что мои предки жили где-то, сейчас называется Матиса, тогда в советское время революция, где-то на Авату и Броненику была школа, и там был класс, где учили на эстонском языке, и в том числе был один класс, в котором факультативно преподавали даже лифский язык. Сейчас о том даже так. То есть, естественно, потом после Ульманиса все это позакрывали, то есть оставили там с трудом латышские там и часть русских оставили, сейчас не все русские школы позакрывали, и все вот эти вот школы на смешист, как бы их перепрофилировали. Ну, в том числе было уничтожено образование на латвийском языке, то есть эта история пошла оттуда. Потом приходят в власти любители социализма, те, кто за равенство и все остальное, в 40-й год, потом приходят фашисты, и все равно даже при фашистах образование на русском языке в Риге остается. Да, оно там урезанное, по-моему, до 4-го класса, выше не давали, скажем, но сам факт, что оно было. После чего у нас наступает, как бы, советское время полноценное, и у руководства Министерства образования Латвийской ССР опять становятся латыши, и опять ни литский, ни латгальский язык, который, в принципе, является одним из совладельцев той территории, которая сейчас зовется Латвия, не изучается, никак не приветствуется. То есть идет монополия. В Москве на это смотрят вот так вот, закрыв глаза, как бы, а, на местах делайте, что хотите, примерно так. Причем доверие у местных правителей, оно достаточно широкое и большое. Достаточно вспомнить, там, 46-й год, когда с Москвы приходит указ о том, что надо поднимать экономику, сельское хозяйство страны. Вот не бездействуйте. В ответ советские товарищи пишут своим советским товарищам в Москву о том, что вы же нам дали указание развивать промышленность и сельское хозяйство, а людей-то не хватает. Освободились-ка наших ССР на поруке. И в Москве пошли им навстречу. Всех, у кого не было крови на руках, скажем так, всех ССР освободили. То есть вот эта вот связка между... Там и регион СС, который сейчас воспаляется, латышский регион ССР. Да, 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 да. То есть вот те, на ком официально не было крови, да, все в порядке. Не доказали, скажем так. Кровь, скорее всего, ну, мало вероятность, что не было. Ну, парень скажем. То есть официально не было, скажем так. То есть как бы не замечено, значит, не пойман, не вор примерно так. Эта ситуация продолжается до сих пор. Но вспомним ситуацию. То есть у нас обсуждался о том, что там Германия виновата в геноциде советского народа. Ленинград, блокада Ленинграда. Из полковских висот стрельбу ведут немцы. Вот поставили большие гаубицы и лупят по городу там в налет, что называется. А легионеры СС подносит им снаряды. Их не пускают стрелять, то есть дергать за веревочку. Поэтому они не виноваты, получается. То есть вот немцы виноваты. А СС из латышского легиона СС не виноваты, потому что за веревочку не дергали. Только снаряды подносили. То есть получается так. При этом, насколько я понимаю, то общее количество уничтоженных ССовцами советских людей, оно больше, чем, в несколько раз больше, чем количество ССов, то есть количество латышей, которые были высланы, либо арестованы уже до советской или после советской времени. То есть насколько были правы те депортации, насколько были неправы, я не историк, не боюсь судить, скажем, да. То есть как-то преподносятся все очень односторонне. Заканчивается советское время. Я изначально учился сам в так называемой русско-латышской школе, где была часть русских, часть латышей. Да, мы периодически между собой дрались в снежки, как-то там противостоялись, сражались за девчонок. Но при этом, когда у нас были драки в соседней школе, мы почему-то шли все вместе. Вот это я точно помню, как бы мы ни грызлись, но все равно мы считались одним целым. В конце советского времени начинается вот большое противостояние, начинается нагнетание общественного мнения о том, что это плохо, все остальное, вот надо сделать иначе. Как иначе? Вот как иначе, вот получается так, как сделали. В начале как бы нам подрезают образование высшее, в итоге уже подрезают дальше и дальше. То есть 2004 год переводят на 60, на 40. И вот последний там, 2021 год, 2022 год у нас полностью запрещено образование на русском языке. При этом сейчас, вот уже последние моменты, они запрещают даже латышам учить русский язык, как второй иностранный, и обосновывают это тем, что русский язык не является языком международного общения. Я сейчас стал удивлен, я вот крайне, конечно, не следил за тем, что делается в России и на каком языке там Лавров подписывает эти договора, но я думаю, что там подписываются на языке одной страны и второй страны. То есть если есть договор между Латвией и, допустим, Россией, то он подписан на двух языках, на латышском и на русском. Я думаю, те времена, когда, допустим, продавали Аляску и договор был заключен на французском языке, они прошли. То есть ни в Штатах, ни у нас, в России французский не считался официальным языком, но договор по продаже уступки Аляски, если правильно называть, был подписан на французском языке. Нонсенс. При этом о том, что русский язык является официальным языком ООН, одним из шести, как бы Латвия забывает. Но многое, то, что творилось здесь, то, что творится до сих пор, оно в том числе происходит, ну, я бы так сказал, с подачи России. Я просто хочу вспомнить одного из, кстати, я могу вспомнить многих, да, то есть, но один из послов, достаточно колоритная личность, когда к нему в 2004 году пришли наши родители и говорят, вот, наступает школьная реформа, что делать, помогите нам. Он вызывает охранника и говорит, что мы гони их нахрен отсюда, ну, примерно так, да, то есть, может, слово нахрен не звучало. Вы имеете в виду посол России, да, в Латвии? Да, 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 да. Фамилию назовите, пожалуйста. Надо лезть в интернет. Это не Ратник там, нет? Нет, Ратник тот на лошади скакал. Это, 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 еще он на какой-то медали был потом награжден, я уже не помню сейчас. Есть статья у меня, которая так и называется «Пока не в цене, не до меньшинств». Это, кстати, фраза вот того посла, где он четко заявил о том, что не мешайте делать бизнес, покиньте нас. Послов, которые были здесь в Латвии, часть из них действительно не интересовала положение нас меньшинств. И они частенько даже умудрялись договариваться с нациками о чем-то. Даже помню ситуацию, когда в России строят терминал об услуге, и Путин заявляет, что, ребятушки, это какой-то саботаж, то есть, как бы, услугу толком не строят, есть блокировка какая-то непонятная, да, при этом пытаются развить направление клапина в Энсплс. То есть, как бы, идет лоббирование. Ну, в той же ситуации идет лоббирование о том, что вот та фирма, которая занималась железнодорожными перевозками из России до Таллина, и там, как бы, ну, погрузки на морские суда, она тоже подлежала кому-то из россиян. То есть, а последнее, оно принадлежало. То есть, для них был бизнес важнее, чем положение русских вот на этих территориях. При этом мне даже часто вот, когда я вот с кем-то общаюсь из России, мне звучат, а что вы хотите? Вы же тут остались, кому вы тут нужны? Вы сами виноваты. Я говорю, ребятушки, а вот представьте ситуацию, я проснулся в один момент, а страны-то нету. Вот вы хоть раз просыпались так, что вот просыпаешься, а страны нет. И молчат в ответ. Вот, переезжайте в Россию. Ну, хорошо. А каково это переезжать, скажем, да? То есть, это же тоже достаточно муторное занятие, а каково могилы предков? Вот как? Получайте гражданство, переезжайте. Да, сейчас, наверное, созданы условия, которые способствуют. Есть политическая воля, чтобы этому способствовать, но на местах происходят совершенно опоследованные решения. То есть, несколько моих знакомых, они пытаются сейчас переехать в Россию. И там натыкаются, ну, на совершенно как бы непонятные вещи. Ну, вот проще есть такая программа переселения соотечественников. И ответственным за них является Министерство внутренних дел Российской Федерации. И у себя на сайте доступ к информации для переселенцев, для жителей стран НАТО, то есть, соответственно, для Прибалта в том числе, они закрыли. Пишу им письмо. Ребят, поясните, что происходит? А вот таким-то постановлением правительство Российской Федерации нам запретило предоставлять вам доступ. Пожалуйста, обращайтесь там в Министерство внутренних дел. Вот там есть. То есть, Путин дал указание о том, что МВД является ответственным запретением программы, а правительство решает запретить доступ к тем жителям, которые находятся в НАТО. Ребята, я не понимаю, что происходит, вот честно говорю, в такой ситуации. То есть, мне тяжело что-то будет комментировать. Ну, про подробности там пояснять не буду. Знакомая едет в Ленинградскую область. Ну, там Петербург, Ленинградская область, как бы они вместе находятся. И вот у них есть отделение, где вот занимается как раз переселением документов и все остальное. Прямо на сайте Министерства внутренних дел, через ВПН захожу. Там написано, что приемный есть человек, который поможет вам разобраться с документами. Куда обратиться и все остальное. И она мне оттуда звонит, говорит, Сергей, ты знаешь, да, тут есть, но тут вот есть целый этаж, и там все коммерческие фирмы. Вот хочешь любой вопрос за 9 тысяч. Но вот так, чтобы ты пришел и задал вопрос, не получается. То есть, вот примерно так. И это, то есть, по мне так это срастание. То есть, если вот эти частные фирмочки находятся внутри здания, которое пролежит МВД, и там занимаются коммерческой деятельностью, то это уже срастание, извините меня, деятельности между коммерческой и государственной деятельностью. Как это правильно назвать в России? Это модное слово. Индивидуально частное, государственное частное партнерство. Вот таким путем там дороги строятся. Если начинают бороться, я сразу скажу, потому что эта проблема, она есть, она не... Она будет решена. Вопрос только времени. Мы ее решим, если я не переживаю, мы ее решим. На самом деле, это подумается на разных площадках в России, об этом говорится, и это будет искореняться. Но, к сожалению, да, это не так все просто. Все-таки Россия, в отличие от Латвии, она очень большая. И очень много чего. Да, она самодостаточная страна, как бы от нее мало что зависит, потому что, как бы, нет смысла чему-то от нее зависеть. То есть, для нее хватает того, что производит она сама. Практически так. То есть, какие-то определенные там очень маленькие вещи, которые могут там на нее влиять. Все остальное, как бы, ну, этого нет, ну, ничего. Ну, ладно, завтра будет другое. То есть, не вопрос. То есть, санкциями сдавить Россию, это просто нереально. Ладно, вернемся к детям. Значит, проходит наша реформа. Одно, второе, третье. И тогда еще, в 2004 год, тогда был запчел, который в итоге там Ушаков сказал, что я пойду другим путем там и буду решать через парламентские, через соглашение с правящими вопрос русских школ. Жданок сказал, что будем бороться до последнего. Ну, как бы, каждый боролся по-своему. Итог простой, да. То есть, школ нет и не предвидится. Что в этот момент происходит в России? Россия на официальном пути. Витрины Минида там, в лице Захаровой, там, не знаю. Ну, других лиц тоже там мы сочувствуем. Мы переживаем. Они действительно сочувствуют, они переживают. Вот честно говорю, я вижу вот по ним, что они сочувствуют. При этом, если разобраться в их законодательстве, то происходит ситуация простая. Там, начиная с 97-го года, по-моему, с 94-го, 97-й, 2000-й, 2001-й, у них проходят, 2004-й в том числе, да, проходит несколько публикаций законов, либо положений о том, как работать соотечественниками, кто является соотечественником, как им помогать, как организовать учебный процесс. То есть, реально предусмотрено все для того, чтобы русские дети могли учиться. Я, как бы, ну, парень простой, беру вот тогда вот перед пандемией, это, получается, 19-20-й год. Я пишу вот всем, кого могу. Кремль пишу, не знаю, там, во все партии, четыре партии, что были там представлены в Думе, пишу туда. Министерство образования, Министерство науки, Министерство просвещения, в Россотрудничество, в МИД. То есть, куда, вот, 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 у нас плохая ситуация, у нас проблемы, нас ассимилируют, помогите, чем можете. Кто-то не ответил, честно говорю. Вот не помню точно, кто. То есть, ну, большинство, вот, честно, вот, у русских душа широкая, они сочувствуют, в буквальном смысле. То есть, да, они за нас переживают. Но задуматься о том, чтобы действительно помочь, ну, наверное, в тот момент это было рано. Наступает пандемия, и тут происходит та ситуация, что она показывает, что худо-бедно. Дистанционное образование возможно. И, возможно, на таком уровне, там, ну, может, и для всех подходит. Непонятно, как заниматься, там, с влачьими детишками, кто там только начинает учиться. Ну, мое мнение такое, что там, ну, условно, с пятого класса и выше уже для большинства школьников, у кого не шлило в заднице, уже возможностационное образование. Теперь берем статистику. Только в Латвии проживает там от 45 до 52 тысяч граждан России. Из них примерно, ну, если брать, вот, условно, 10% это дети. Дети школьного возраста. То есть, 5 тысяч детей, которым необходимо соблюсти Конституцию России и обеспечить право на образование. Но наступает коллапс, потому что за образование отвечают у нас так же, как и в Латвии. То есть, две страны отвечают регионалы и отвечают федералы. То есть, два способа финансирования. То есть, я не помню, кто финансирует обучение учителей, кто содержание школ, но там какое-то разделение есть. То произойдет в случае дистанционного образования. Эти дети не относятся ни к одному региону России. То есть, они не имеют привязки к региональному признаку. То есть, все будет ложиться на федеральный бюджет. Где будут находиться те места, откуда будет производиться, допустим, там, обучение. То есть, они могут находиться, я беру условно, там, на Дальнем Востоке, при этом обучать детей, допустим, где-нибудь там в Бразилии. Ну, то есть, интернет широкий, и все это можно сделать. Часто до сих пор спрос настолько широк, что вот частные школы, которые есть, они блокируют доступ к своим сайтам по Гео-Айпи, оставляя только на территории России. То есть, это вот настолько высокий спрос в частных школах. То есть, законодательно можно, но реально определить, скажем, то есть, не хватает политической воли у депутатов российских, чтобы определить, что этими детьми нужно заниматься. В то же время смотрим, что происходит на Украине. Не буду сейчас оправдывать или не оправдывать действия кого-то, но приведу просто факт. По официальным данным ООН, по-моему, 8 миллионов населения перебралось в Европу, то есть, на Запад, и 2,2 миллиона перебралось в Россию. То есть, больше 10 миллионов населения страны покинуло ее территорию. Большинство это, конечно, женщины и дети, и им нужно было организовывать образование. Что сделали украинцы? То есть, они ввели как бы две системы образования. Первое, хочешь не хочешь, ты обязан заниматься по такой дистанционной программе, но вдруг тебя на месте как бы обеспечили образование на локальном уровне. Беру просто, например, Латвии. То есть, если даже у тебя ребенка взяли в латышскую школу, то ты обязан все равно раз в неделю проходить какие-то там контрольные работы, отвечать на контрольные вопросы, и все равно ты получаешь, как бы, и ведешься, получаешь аттестат образования Украины. Соответственно, впитываешь их идеологию. И это в том числе не нравится латышам. Они крайне жестко относятся к тому, что вот те украинцы, кто переехали в Латвию, их дети продолжают учиться в украинских школах. То есть, они настаивают на том, чтобы дети подлежали ассимиляции и продолжали учиться в латышских школах. Буквально на днях же у нас наш бывший президент, Эгил Левиц, он опять со своей идиотической теорией о том, что обучение детей на родном языке является, как он это красиво говорит там, что это мешает интеграции, и это способствует сегрегации. То есть, не разобравшись до конца, что значит слово сегрегация, он любит вот такие красивые слова, и по нему видно, он недоучка, у него нет высшего образования, но при этом он умудрился быть судьей Европейской государственной правилам человека. И после этого, когда я вижу ситуацию, что наши правозащитники, там 300 семей, по-моему, подали иски в ЕСПЧ, по-своему эти семьи, они герои, то есть, они подали в суд против государства, в котором живут. То есть, вот смотрите на вещи, как оно идёт. Бросили вызов. Да, но вот учитывая, какие судьи в этом ЕСПЧ сидят, вот глядя на вот это вот, извините меня, человек, который, по моему мнению, он психологически недеспособен. Я, конечно, грубо говорю, но так и есть. И наверняка таких же судей, вот там в ЕСПЧ, это, они есть ещё, только от других стран. И как это было, нацисту глаз не выклюют. Наверное, так. И вот для них торжество этнической демократии, оно выше, чем право человека, участвованный на языке семьи. Вообще, в России неправильно понимают само слово демократия. То есть, у нас вот, не знаю, среди русских это тоже развито, не только в России. Демократия – это хорошо, вот как народ решил, так и будет. Ну, если смотреть на историю, смотреть, как эта демократия была, ну, в той же самой Древней Греции, откуда пошло это название, ну, как, ну, 50%, то есть половина плюс один голос, решило, что все, кто с ним не согласен, будут их рабами. Это демократично. То есть, если вам нужна такая демократия, ну, давайте её поддерживать. Как-то я вот, ну, не вижу, что для меня это хорошо. Я не знаю, что для меня хорошо, но это точно не хорошо. А звучит вот, вот у них нет демократии, у них есть демократия. Да у нас есть демократия в Латвии, у нас вот самая демократичная страна. 50% плюс один голос. Решили, что все, кто ей не нравится, будут их рабами, будут ассимулированы. Это демократично. Что вы ещё хотите от Латвии? То есть, это вот демократия, такая, как она должна быть. Не так, как её нарисовали в сказках, а так, как она должна быть. Ну, вот я знаю, что есть Санкт-Петербургский университет, который всё-таки позволяет детям из Латвии учить. Значит, вспоминаем историю, с чего начинался Санкт-Петербургский университет. Вадим Гирис, житель Резик, мой знакомый, достаточно активный человек. У него кто-то знакомый живёт в Санкт-Петербурге, он приезжает туда, идёт в Санкт-Петербургский университет и пытается там договариваться о том, чтобы для ребят из Прибалтики открыли дистанционную школу, как бы так, воскресную школу, хотя она, конечно, происходит по субботам, как бы курсы подготовки для поступления в университет. Ему идут навстречу, открывают эти курсы и там 9, 10, 11 класс, ну, получается так, что они могут по субботам дополнительно заниматься. Это было большое достижение, ещё в то время толком не был развит интернет поголовного, у каждого подростка не было, кто-то занимался через телефоны или компьютеры родителей. То есть, на всё это, это вот начало было первоположено так. И вот проходит пару лет, ребят уже достаточно много, и тогда уже наша Юлия Сахина вместе с Вадимом Гиллисом Манеду в Санкт-Петербурге пытаются договориться о том, чтобы расширить эту ситуацию. И потихоньку-потихоньку подключаются другие классы, и вот сейчас уже с 5 класса по 11 занимаются в этой субботней школе. Чтобы не соврать, там уже почти 2000 детей вот только из Латвии занимаются, вот такой как бы субботний школа, там по 3 занятия в день, ну, может, там не до конца мая, то есть там до середины мая, не с 1 сентября, там 15 сентября, то есть как бы, но занятия проходят, и надо отдать должное. Практически они повторяют школьную программу, которая идёт в России, которая частично соответствует тому, что приходит в Латвии. И это помогает понять общую там, по крайней мере, физику, там географию, химию. Я слушал некоторые лекции из них, честно говорю, я даже для себя вот что-то начинаю вспоминать, что когда-то учёл в школе. Мне даже было приятно это слышать. И вот в прошлом году наконец-то договариваются о том, что ситуация совсем тупиковая, и Санкт-Петербург идёт навстречу и пытается открыть уже полноценную школу. Опять же он открывает её с 5 по 10 класс, то есть с тем, что те, кто сейчас 10 класс, они переходят в 11, но открывает он её, денег мало, это их личная инициатива, надо отдать должное, то есть это не госпрограмма, всего лишь на уровне 20 человек в классе. То есть если брать с 5 по 10, это у нас 120 детей могут учиться. И то это сделано не только на Латвию. Например, моя знакомая, у неё дочка учится в 9 классе. Так вот, из 20 человек в классе, 10 человек – это граждане России, которые временно уехали из России. Это те, которые релаканты? Ну, ситуации могут быть разные там, да, то есть, вот говорится о том, что релаканты для прадетей – это совсем некорректно. От того, что там папа был Навальный и станцевал там на Болотной, или там, не знаю, там, с кастрюли на голове прыгал – не значит о том, что ребёнок в чём-то виноват. Ребёнок такой же гражданин России, на него должны распространяться все те правила, которые есть в Конституции, которые должны быть в правовом государстве, и так должно быть. То есть ребёнок при этом ни в чём не виноват, кто бы ни были его родители. И от того, что он попал в такую школу, это даже плюс для государства, потому что здесь он получит нормальное образование, нормальное воспитание, а не то, что ему будут прививать нацики в различных регионах Европы. Или, я не знаю, что происходит там в том же Казахстане, как там относятся к тем самым временно переехавшим, если правильно назвать. Но сам факт ещё раз. В девятом классе 10 человек – это граждане России, находящиеся за рубежом. По-моему, в Златве там всего 4 человека. Там есть с Армении, то есть с других регионов в том числе, скажем, да. То есть ещё раз, 10 человек – это граждане России, находящиеся за рубежом. Это из 20 человек 10? Из 20 человек 10. То есть половина… То есть сказать о том, что эта школа сделана для прибалтов не получается. Даже из тех 20 половина – это граждане России. Да, они не делают исключения. Они взяли вот этих четверо наших прибалтийских… Я точно владею по девятому классу на образование. Хотя, по сути своей, закон в образовании не распространяется на всех русских. Он распространяется только лишь на граждан России. И поэтому, как бы, вот эти затраты, они не знаю, как их взаимоотношения там с государственными органами и всем остальным. То есть как они получают финансирование. Но сам факт о том, что это возможно. И тут та ситуация, что они действительно первые. Они покажут о том, что это нужно и это можно. Надо отдать должное. То есть они хоть как-то стараются эту ситуацию чуть-чуть вытащить из болота. Исправить. Да, на самом деле смотрим так. То есть там Владимир Владимирович там четко говорил, что у нас русские там самый разделенный народ в мире. Так на самом деле и происходит. Если брать, что общее население России там 146 миллионов, из них там 80 с чем-то процентов это русские. То есть условно считаем 120 миллионов. А русские за пределами Российской Федерации это от 20 до 30 миллионов. То есть каждый четвертый русский проживает за пределами Российской Федерации. То есть если брать от 20 до 30 миллионов и брать, что 10% это дети школьного возраста, то общая программа, которая может понадобиться для того, чтобы этих всех детей сказать о том, что это же наши дети. А по сути так и есть. Это наши дети. Если мы упустим этот момент, то они ассимилируются и они нашими уже не будут. То это 2-3 миллиона человек. Это много. Но вот сейчас мы с тобой беседуем, допустим, через Zoom. А по сути свои те школы даже, которые есть вот сейчас коммерческие школы, они толком даже технологически не подготовлены. А в России хватает своих умельцев, своих специалистов. То есть у нас при Грефе, при Сбербанке какой-то искусственный интеллект создавался. Вспоминаем тот же самый ВКонтакте и Водноклассниках. А в курсе, что вот мессенджер, который ВКонтакте, он позволяет проводить видеоконференции до 120 подключений бесплатно. То есть вот за то, что ты в Zoom платишь, в ВК, ты можешь ходить бесплатно. 120. Нормальная цифра. Нормальная. Очень. То есть через полгода их догнали одноклассники. Они тоже ввели такую, я не знаю, технологию, которую они делали, но сам принцип похож. Да, у них нет записи видеоконференции, но эта версия бесплатная. Поговори с ребятами, кто это делал. Они вполне могут взяться за то, чтобы создать такую систему. Что, по сути, себе нужно для школы? Чтобы можно было нажать кнопочку там на уроке, не на уроке, как правильно ответил вопрос, выбрать правильный ответ. То есть зафиксировать тебя, записать, чтобы если были какие-то противоречия с преподавателем, или ты задавал вопрос, преподаватель не ответил, чтобы это все можно было потом поднять. И, ребят, поясните хоть ребенку. То есть нужно писать все, получается так. Да, начнутся вопли о том, что это, как они называют-то, глобальная сопровизация, то есть надо везде писать, там все остальное. Но сейчас та ситуация, что либо мы вынуждены таким путем обучать наших детей, конечно, живое вообще ничего не заменит. Но вторая ситуация, второй выбор, это ассимиляция. Среднего между ними ничего нет. Сколько в Латвии русских детей, которым необходимо, которым нужно помочь получать образование на родном языке? Нет цифр таких у вас? Не все пойдут, поверьте, скажем, да, то есть как бы, по моему мнению, на дистанционку вот такого типа могло бы перейти на 40% учащихся. А ребят русских, которые есть в Латвии, которые как бы подошли под этот критерий, это примерно 80 тысяч. То есть реально для Латвии это была бы необходимость, ну, наверное, в 30 тысячах вот таких вот учебных занятий. Ну, то есть это все классы. То есть 30 тысяч там поделить на 11-12 классов, да, то есть это получается, ну, не знаю, там, поскольку на каждый год, скажем, да, то есть это работа. А Латвия не одна. Есть Эстония, где такая же фигня проходит. Есть Литва. Не забываем о том, что вот та идея о том, что мы построим школу при посольстве, мы построим школу при представительствах там России где-то. Что вы построите, ребят? Когда поляки просто-напросто посольскую школу взяли и отняли. Ну, просто рейдерский захват. Ну, нам не нравится, что в Варшаве там русская школа, мы ее взяли и отняли. Ну, и что, что она читается в собственности Российской Федерации. Мы не хотим... Дом Москвы, пожалуйста, тоже взяли и отняли. Ну, да, да. При этом в этом Доме Москвы там, ну, не знаю, что там проходило. Собирались какие-то коллективы художественных самодеятельств. Да, то есть проходили дополнительные там... Я тоже знаю, что там кто-то из Глины что-то лепит. Да, там проходили занятия для детей, которые как бы подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Но там, не только для поступления в России. Многие там занимались, потом поступали там, не знаю, в Стокгольмские университеты. Точно знаю, что вот несколько моих знакомых поступили, которые ходили в Доме Москвы в начальный покоительный курс. Это вот, ну, как, ну, как вот клуб поинтересам, да. То есть нет, не нравится, все, забираем. Ну, еще раз вернемся, да, то есть нужно, чтобы наши российские депутаты собрались и решили вопрос, нужны нам эти дети или нет. То есть сейчас пока сложилась ситуация, что эти дети, как бы мы одни там вот рассказываем, мы сожалеем, вот как плохо, а на деле что? А на деле ничего. Но, еще раз, Конституция России подозревает только детей граждан России. Научиться заботиться о детях граждан России, тогда можно поднимать вопрос о том, что давайте-ка, ребята, подзаботитесь об остальных русских. Это попозже. С чего-то надо сделать первый шаг. С другой стороны, честно, я вот так иногда мечтаю, что Владимир Владимирович там вот на голубом экране где-нибудь на своем, там, не знаю, на Валдае, там в каком-нибудь форуме, он придет однажды и выступит. Ребят, вот все вы там, вот идет война, там, не знаю, там идет противостояние, все, но все вы наши люди, тем более дети. Давайте учиться вместе, как бы, ну, давайте создавать единое пространство дальше, скажем, да, вот это вот тот русский мир, который, как бы, я вот вижу, вот тот, где русский живет, там и мир, примерно так. да, ну, вот это мы говорили о детях, я так понимаю, что, ну, в целом, картина обрисована, что происходит, и что нужно, и каким образом это достичь, или вернуть детей в семью, скажем так. А в целом, что происходит в стране? То есть, я сам пишу, сам вижу, что всех неугодных либо наказывают штрафами, либо сажают, либо просто запугивают. Вот вы один из последних, кто осмеливается говорить. Я очень осторожно всегда слежу, переживаю, что это каждое общение с вами может быть последним. Но вы не боитесь? Это может быть, это не исключено, я честно говорю, да, то есть, и я, кстати, вот под спудную у меня где-то страх есть. Ну, наверное, не боятся только дураки. То есть, поэтому я как бы боюсь, но как бы при этом боясь, я все равно что-то пытаюсь делать. Может, не настолько правдиво и не настолько резко как бы это хотелось высказывать. Ну, и, наверное, многое я сказать не могу. Ну, а что делать? Ну, вот такая ситуация. Куда-то перебраться, я сейчас не могу, я не готов. Не знаю. Ну, вы предки, я так понимаю, у вас вообще потомственные, потомственные гражданин, тот самый гражданин, который получил гражданство по наследству. Та самая юридическая история. Да, я часто рассказываю, вот у меня фамилия Муллеванов, там, откуда она взялась в мире, как бы это семейное предание, что в 700-х годах есть какая-то чума, и мои жили где-то между Валмером и Стесисом, где-то в тех краях, и вот приболели, ну, и шведы сказали хату спалить, ну, и остался мальчишка один молодой. Ну, что делать? Дом сожгли, есть нечего, делать нечего. Он пошел в сторону Риги. Приходит, а там русский царь, ну, русские войска. Говорит, возьмите меня к себе. Ну, взяли. Попал под начало какого-то то ли шотландца, то ли ирландца. Идут, что там, мой лифт, мой ливонец. И вот уже, когда Ригу взяли, тем, кто там себя особо проявил, то есть ему, как бы, общественное звание, то есть, как отличившемуся бойцу, все. Вот его командир пишет там прошение, о присвоении всемского звания вот этому мой ливу. Вот оно так записывает, мой лифт. Это попадает на стол к долгорукому. Кто такой этот мой лифт? Ну, какой-то мой лифт исправляет его на мулеванах. Ну, единственное, что буква И такая вот писалась там еще до войны, вот не мулеванах, а вот так писалось. Вот как она была, мой лифт, вот стала мулеваном. Вот такие вот мулеваны вы появились. Искал по архивам 1820 год, 1840 год Николай и Федор Мулевановы, то есть, один заступает начальником караула арсенала, один просто заступает в караул в арсенале. То есть, как бы, люди служивые, как бы, ну, служивые служивые. вот так. Арсенал – это то место, где хранилось там обмундирование, на случай войны, не знаю, там какой-то запас пороха, пропитание, то есть, ну, арсенал, но есть арсенал. Это в Старой Рии, да, я так понимаю? Да, 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 да. Вот как раз то место, где у нас памятник, собрались переносить памятник Пушкину, где его любовь там стоит в Грозе Авистрол. Вот как раз те места примерно. То есть, да, у вас корни очень глубокие, вам просто, наверное, морально тяжело было бы переезжать из Латвии в России. Ну, ты знаешь, вот еще раз, по крови я русский, я считаю себя русским, то есть, я в Россию приезжаю, я как дома, на самом деле, я как дома много где, ну, сейчас-то я вот приезжаю там в Финляндию, вот был как-то в поездке в Фельсинске, да, ко мне подходит бабушка и начинает на финскую спрашивать, куда идет какая-то электричка, ты знаешь. А я частично понимаю, то есть, у меня дедушка был вид, да, то есть, и вот какие-то часть слов, как бы они совпадают, вот составил, есть такой список сводыша, это когда 200 слов, как бы основных для языка записываются и можно произвести сравнение вот основных слов в разных языках, то есть, вот на ливском языке составлял я, когда я это показываю там вот националистам, говорю, с кем вы беседуете, вот говорю, представьте, вот этот вот список на ливском языке составляет русский, нормально? Нормально. И тогда меняются отношения, да, то есть, вот так вот. Ну еще, то есть, это одна ветка, да, то есть, тоже немцы писали, помогали. Ну, это, да, это все хорошо, но тут не учитывают один большой-большой пласт. Если взять всю историю Латвии, которая есть, историю Европы, то мы забываем об одном, как правильно выразиться, непонятной, в одной непонятной ситуации. То есть, в латышском языке достаточно много славянских слов, первое. И второе нюанс, который у них есть, это то, что у них, как правило, ударение на первый слог. Я не знаю, что по всему миру, но в Европе есть всего один народ, у которых тоже ударение на первый слог, это сербы. То есть, если брать ситуацию, вот тот самый остров Рюгель, те самые там лужеские сорбы, которые были в тех краях, жили, которых германцы добили, и они как-то вот, перестекались сюда, те самые венглы, про которые нам рассказывают, вот оно то и есть. Ты вот в Ригу, в Далгую вплываешь, первые острова там, Крео-Усало, а следующее там, Луца-Усало. Что такое Луца-Усало? Мы видим сразу, чтобы все поняли, Крео-Усало, Крео-Усало, это русский остров, а следующее Луца-Усало, и нам говорят, что это остров какой-то Люции. Ребятушки, какой Люции? Луца-Усало, это один из городов, который на сегодняшний момент есть как раз вот в тех краях, где живут эти лужеские сорбы в Германии. Поэтому Луца-Усало, это остров вот тех самых лужчан. Вот называйте вещи вот тех самых вендов, те, которые вот белорусы их называют там венеты, то есть как бы, да, то есть волоты, у них даже вот машины строят там вот, которые богатыри такие, это волоты. Это часть нашей русской, белорусской истории, то есть они вот оттуда с севера Германии подвинки, поднялись наверх, и вот часть пошла там в Смоленскую область, там часть в Псковскую область. Ну, вспоминаем у нас там Себеш, то есть есть такая Таловская башня. У нас город есть Талово в Риге, у нас есть Талин, и все должны быть вопросом, а что это такое может означать? Так вот, Тали на старорусском языке это всего лишь невольники. Ну, вот так и есть. Старорусский язык Тали, невольники, то есть Петалово, то есть Петалово, то самое, то есть это как бы вот там были какой-то момент невольники. То есть город Талово, Таловская башня, то есть все взаимосвязано. Смотрим дальше, поднимаемся подвинки наверх, у нас есть город Лудза. Это самый старый город, который вообще был в письменности упомянут на территории Латвии, назывался он Лудсин. Лудсин точно так же город есть до сих пор, вот там на севере Германии, в той области, где жили те самые лужицкие сорбы. Два озера вот сейчас в Лужеце, Большая и Маленькая Лудза, Лудза так и называются, то есть они до революции назывались Большая и Маленькая Лужа. Вот Лужеские и Лужа. Все хорошо. Но вот это вот Венская, как бы, до сих пор продолжает о том, что Венда это вот какое-то там угрофинское племя. Не получается так. Это наши предки в том числе. Предки, то есть не могу сказать, что всех русских, но части русских предки в том числе. Никуда не деться. А Лудзинский район, у нас есть такой словарь Ефрона, Благбрагауза Ефрона, издание, по-моему, 1904 года. И там как раз вот город Лудзин и его окружность 60% составляет белорусское население. Ну, если так вдуматься, вот приходят к тебе и говорят, а вы кто? Да, мы Собры. А Собры, Собры, как белорусы, да, то есть вот откуда связь с белорусами. Ну, на самом деле Собры, то есть Собры, Собры, то есть название-то одно и то же. То есть мы кличем вот восточная Латвия, Латгалия, кличет белорусов Собрыми вот теми самыми Себрами, которые вот оттуда вышли. И об этом никто не говорит, то есть этого в истории почти нет. Витебская губерния там же и была. Да, 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 да. Так и есть. Еще 60% мы Собры. А нам говорят, что нет, нет, тут вообще славяне не жили. Вот вы как раз говорите о том, что очень тесно переплетена история с Россией, ну, понятно, нынешней территории Латвии. А как вы восприняли то, что улицы переименовали русских поэтов, писателей, улицу Московскую, вот буквально недавно? Честно, никак. Тот, кто забывает свою историю, тот как бы, ну, забывает, забывает. Ну, что я могу поделать? Ничего тут не поделаешь. Потому что хотят переименовывать уже, ну, как бы, вроде бы латышизированные, но именно улицы, посвященные русским там царям, царицам и так далее. То есть связаны там Петерсала, вот это самое остров, Петра, там или Мариинская, Мария с улицы. Ну, надо только приветствовать данное начинание, потому что реально, если так смотреть город Рига, нам говорят о том, что его создали немцы, но учитывая то, что здесь жили те самые Венды, а это подтверждается по хронике Ливонии, что Венды жили у древней горы. Там так, то есть, это вот гора, которая была Кубой у нас в Риге, то есть она как, они с тех времен считали древней, да, то есть поселение здесь было, Венецкое, и слово Рига со старорусского, оно так и будет, сарай для хранения зерна, или амбар для хранения зерна. Давайте Ригу переименуем за эту. Вот так его переименовывают, переименовывайте целиком, то есть это наше русское название, то, которое вот даже в России считают почему-то нерусским, но оно русское. Если разобраться с другой стороны, ну, амбар для хранения зерна. Что происходило? Кто-то выращивал хлеб, подвинки сплавлял его до Риги, там грузили до суда, которые больше, большего-то ножа, которые могут ходить в море, и дальше везли его на продажу, на торговлю. Вот, пожалуйста, тебе, вот тебе стоят амбары, складские помещения, и вот место перегрузки, вот твоя Рига. Вот так оно и получилось. То есть вообще все можно уничтожить, если докопаться до каждого названия, не останется ничего. Нужно все переменять. По-другому подходить. Много очень мест, то есть я по Латвии насчитал больше, чем 400 точно, которые имели, уже, наверное, не имеют, но имели русские, славянские названия. И вот если бы в России была ситуация такая, что вот то место называть по-русски, то, что делают вот литовцы, то, что делают поляки, то есть они сейчас, Калининград, они же Королевичус там называют, да? Вот если Россия будет делать точно так же, ну, тогда как бы ситуация пройдет. Почему мы до сих пор Таллин называем Таллином? Почему мы называем его Колываньем? Кто нам мешает вот издать указ, то мы во всех наших новостях, не знаю, в учебниках истории, в газетах будем писать, что это город Колывань, в скобках нынче Таллин. Ну, никто же не мешает, но мы не делаем этого почему-то. Почему-то мы пытаемся понравиться и, не дай бог, мы кого-то не обидим. Но это наше поселение древнее, вы тут при чем? Мы уже позднее наслоение получается. И тут можно спорить сколько угодно, если глубоко копнуть. Даже в России нам рассказывают сказки о том, что, ой, вы знаете, там жили у графины, а потом пришли славяне, и бедных у графинов уничтожили там, или унижали. А по сути своей, наоборот, происходило. То есть, жили славяне, если брать с генетической точки зрения. И примерно только в 500 году до нашей эры начали из-за Урала приходить первые у графины. Примерно с разбегом там 40-50 лет они добрались до Эстонии. Через 200 лет они добрались до Финляндии всего лишь. И вот оттуда поток пошел дальше, вот все ниже и ниже. То есть, дошли до Литвы. В Литве на данный момент, если брать с генетической точки зрения, количество у графинов чуть выше, чем в Эстонии. То есть, в Эстонии, наоборот, получается, что генетические славяне преобладают. Хотя говорят на финно-угодском языке. И вот такая ситуация складывается. При этом меня забавляют всегда, когда, скажем, 40% генетических у графинов проживает в Латвии. А Украина в то же время орет о том, что там все русские у графины, они вообще там, не знаю, вчера там с горшка слезли, там они тупые и все остальное. А Латвия-то ему рука плескает. У нас 40% у графинов. Мы вот сейчас поможем украинцам. То есть, они таких же, как вот оскорбляют. Хотя в России вот генетических у графинов примерно 16%. Это включая 1 миллион якутов. То есть, якуты им чем не нравятся? Нормальные же ребята, скажем так. Ну, в чем вопрос? Нет, вот украинцам не нравятся у графинов. В Финляндии то же самое. То есть, они дарят какие-то ракеты украинцам. Для чего? Чтобы уничтожали тех самых у графинов, которые как бы его родственники получают. Вот этот маразм я не понимаю. Нацисты дошел до того, что Латвия законодательно ввела ограничения, что если ты не можешь подтвердить, что твой папа или мама была латышка, то ты можешь сдать кровь на генетический анализ, вот какие-то 3 или 4 гоплогруппы, которые были в раскопках на территории Латвии в тысячи каких-то годах и датируются, то тебе присваивают национальность латыш. Я даже не слышал о той истории. Смешно. Смешно? Так вот, но она есть. Сказка другая, скажем. То есть, самое древнее захоронение, которое есть на территории Эстонии, такой городок у них есть СОООП, то есть СУП примерно так, то есть пишется СОООП. И вот в нем они вот хвалятся, что там самое древнее захоронение, то есть в Эстонии, которого делали вот с ним генетики, то есть и получилось так, что вот тот, кто захоронен там, а его потомок, это вот отец выяснял с женой, ребенок или не ребенок, просто он на Дону. То есть прямые потомки живут, просто он на Дону. А их предок вот когда-то там 3700 лет назад захоронен на севере Эстонии. Нормально, да? То есть вот кто из нас прибалт, кто из нас русский, кто украинец, а мы генетически-то все один и те же. То есть мы имеем такое же право, то есть воспринимание Прибалтики как чего-то отчужденного от Руси не получается. Это такая же вот как бы, где русский живет, там и Русь. Примерно так. Все. Это в том числе наша земля. Когда мне в Москве заявляют, что ты там впрягаешься, за что? А почему мне не впрягаться? Скажу еще раз, это наша земля, это вы привыкли о том, что вы там кому-то ее подарили, кому-то там ее отдали, там пользовали. Так вы вспомните, как Ленин дал Ульманису 3 тонны 100 килограмм золота. За что спрашивали? А за то, что они не пустили на Петербург белогвардейцев. То есть Ульманис был с Лениным за одно, Ульманис дает, Ленин потом дает Ульманису 3 тонны 100 килограмм золота, Ульманис на эти деньги развивает сельское хозяйство. Ну нормально, нормально. То есть ребята дружат между собой, как бы там ни было. Да. Ну вот, поэтому вот сказать о том, что здесь противоречия, здесь нет, не получается. Вспомним ситуацию, как тот же Ельцин пытался продать там, пытал его в Латвию, а у них денег просто не было, что в куме. Вот я даже не помню. Я эту историю тоже не помню. Ну было, скажем так, да, то есть при том, что он закрывает там все глаза, ему, Ельцину вручают орден трех звезд. То есть там отъявленным эсэсовцам, там Джонсу Соросу, там английской короле, вручает орден трех звезд, и Ельцин его берет. Вот представьте ситуацию, в которой мы жили. Орден трех звезд, вот этот позорняк, скажем так, да, то есть он берет этот орден спокойно. Благо догадался, потом уже, по-моему, не помню, там последние годы его жизни, то есть все-таки от него, по-моему, отказался. До конца не помню. Но сам факт, он взял этот орден. Президент России был с ними заодно. Ну так он приезжал постоянно, целовался с нацистами латышскими в первые годы независимости. Играл в теннис в Латвии. Так что там ничего удивительного. Конечно, первые годы это был, я жил в центре на Свердлова, сейчас она, по-моему, первая Ганни-Будамбеса, а Пуге-Жебрежа называется. Вы представьте ситуацию, я иду, вот у меня был обчар немецкий, собака, я иду, чтобы собака могла там, ну, пописнуть, скажем так, да, то есть на встречу мне на кобыле выезжает посол Российской Федерации. По улице едет, среди машин. То есть не где-то там на ипподроме, не знаю, в лесу, он по центру города совершает верховые прогулки. Вот он, извините, барин, скажем так, а остальные все тут никто. Нормально? Нормально. Вот такая была вот золотая молодежь, скажем так, я не знаю, как ее назвать, вот это вот все эти новорусские, скажем так, то есть они в том числе, вот этот момент, когда пока не в цене, нам не до меньшинства, то есть я торговал там нефтью на Каспии, я буду торговать здесь. Это же все было у нас. То есть нас спокойно продавали и все это нормально распринимали. Не знаю, это, наверное, обиды уже, то есть ну, она не заживает, это рано, конечно. Хотя, честно говорю, достаточно много русских, кто как бы думают так же, как я, и как бы считают о том, что Россия должна быть великой страной, но есть и те вот, как я называю, либералы, то есть тут не понять, что хуже, вот те самые либералы или вот нацики местные. То есть они же примерно из одного теста. Два года прошло, отношение к украинцам, которые в Латвии живут, какое на сегодняшний день? Что поменялось? По сути, свои глубоко несчастные люди. Честно говорю, я только приветствую то, чтобы они оттуда уехали и не шатались там под ногами, не попадали под какие-то там случайные обстрелы и все остальное. И когда нацики их там приветствовали, я тоже приветствовал морально. Вот, конечно в эйфорию там сходить, махать флагами я не впадал. Но часть из них продолжает как бы условно там свою политическую деятельность. Пытаются там все там русские плохие там посеять ненависть между народами. Но это неправильно. По сути, свои украинцы такие же русские. То есть по мне так ну украинцы, украинцы, они при этом все равно остаются людьми. Тем более, еще раз вернусь, дети ни в чем не виноваты. И наша задача сделать так, чтобы... Отношение со стороны простых людей поменялось? Нет. Вначале же там кругом были эти украинские флаги. Там все, весь транспорт городской был обклеен наклейками двухцветными. Ну вообще везде. Алексей, Алексей, до сих пор поверь. Просто это уже настолько примелькалось, что мы уже просто не замечаем этого дела. И уже никто с этим не спорит. То есть они на каждом углу складываются впечатления, что ты не в Латвии, что ты находишься на территории Украины. Это везде. То есть они в парламенте выступают, они рядом ставят флажок Украины. Не знаю, как они ходят в туалет, скажем так. Но то, что даже на медучреждениях, по крайней мере, на психдиспансере точно висит украинский флаг. Это я точно видел. Я проезжал по дороге мимо на Твайку на психдиспансер, там висит флаг Украины. Ну это сомнительная такая история. Ну медицинское учреждение, медицинское, ну что делать? Ну медицинское, но это все в больнице, ну как бы флаг Украины. Ну вот положено у них вешать везде украинские флаги. Они даже там вешают. Ну примерно так. Экономически Латвия, ну у меня же много родственников живет и рассказывают. Тяжело живет сейчас, да, то есть и коммуналка, и продукты, и в целом жизнь. честно говорю, не говори, скажем так. Просто не говори. Это больной мозоль. И им настолько понравилось вот брать на свои задачи кредиты, что они не могут остановиться. И их, видимо, родители никогда не учили о том, что если это деньги берешь, их надо отдавать. Вот те, кто пришли к власти, их просто об этом не учили. То есть они ведут себя как типичные американцы. То есть мы все делаем в кредит. Своё, как бы, у нас политика высшей экономики всегда. Порвать экономический связь, да не вопрос. Вот как это... Была такая неприятная поговорка о том, что... Не знаю, насколько это будет корректно высказать, что одна черт латыша это когда он всегда желает о том, чтобы его соседу всегда было в два раза худшим ему. Это известная поговорка, да. Лучше завтра к латыша, другой латыш. Ну, я не могу сказать про всех, скажем так. То есть среди моих друзей хватает нормальных, адекватных людей, но их немного, сейчас я скажу. Я не могу всех назвать своими друзьями. Есть люди, есть люди, кто задумывается об этом. То есть вот страна, которая 20% условно говоря бюджета, это всегда кредиты. Каждый год там считается 2% ВВП, но если брать по госрасходам, то есть это 20%. При этом страна дошла до того, что практически, как правильно сказать, мы подошли к национал-коммунизму. То есть если вспомнить по Ленину, что такое у нас социализм, это когда больше 50% составляет предприятие, государственное предприятие. То есть если учитывать количество работающих в Латвии, я не могу сказать про объем денег, но примерно так. В Латвии официально, по-моему, 2 миллиона человек считается, что проживают. Ну хорошо, какая-то часть уехала что-то еще, 1,8 миллиона. Из них есть пенсионеры, есть дети, так вот расчетно-условно работающим можно считать примерно миллион человек. При этом если взять госслужащих и предприятия с государственным капиталом и связанные с ними, то работающих в них составляет 520 тысяч, это данные на 2021 год. То есть это больше половины. Учитывая о том, что среди госслужащих у нас русских всего лишь 3%, то это национал социализм так, как он есть, так, как завещал Владимир Ильич Ленин. Продукты насколько подорожали? Ну и коммуналка, понятно, просто я примерно знаю, но от вас цифры услышать. честно, уже, правда, давно, скажем так, но когда я иду покупаю черный хлеб, буханка черного хлеба за евро 40, вот это первое, что бросается мне в глаза. Что такое нашествие? Просто кирпичик черного хлеба, да? Ну как бы тут не особо распространен черный хлеб, он продается, но это экстодерический хлеб чаще всего. Ну не вам скажем так, просто черный хлеб, скажем так, ну хорошо, там чуть-чуть сероватый в Москве продается, да, да, ну, 72 рубля, я был, я был несколько месяцев назад в Москве, 72 рубля, такие примерно цифры, да, это не 140 рублей. В два раза выше стоит простой хлеб, я про остальное даже молчу. Рыба, которая как бы у нас, ну извините, море рядом, все остальное, она дороже в Москве. А Москва еще не вся Россия, да, то есть в Москве цели достаточно высокие. Ну согласись, да, в регионах наверняка там где, не знаю, там в Орле, там в Курске, там будет подешевле, да, Москва все-таки дорогой город. Да. Да. А кому же даже насколько сейчас выросла, она же постоянно подтягивается, подтягивается, тоже растет. Трехкомнатная квартира 460. Ну правда, зима, там отопление, все остальное, может быть летом будет дешевле, но я не думаю, что там процентов опять на 10 процентов упадет, по осени опять возрастет. Ну это бесконечно. И еще раз, вот что происходит, я условно беру такие страны, как там Арабские Эмираты, ну в принципе, можно туда и Россию подчислить, скажем, страны, которые живут как бы на производительности и на использовании национальных богатств, скажем так. Они добывают какие-то полезные ископаемые, платят людям зарплату, торгуют ими за рубеж, технологов содержат дороги, там что-то еще, то есть в таком плане. Это можно понять, но что происходит в Латвии? А в Латвии нет полезных ископаемых, кроме торфа. А торф им запретила Еврокомиссия продавать токен. То есть это считается неправильным топливом, оно приравнено к углю. То есть нельзя торф продавать, можно продавать только как удобрение. И деваться им некуда, а денег им хочется. И в итоге они свой же народ обкладывают таким налоговым бременем, а денег им все равно не хватает. Они опять берут в кредит, а кредит надо отдавать. И еще, то есть вот создалась та ситуация, когда у нас еще раз национал-социализм, который эксплуатирует собственное население, то есть ему другое эксплуатировать нечего. Транзита нет, экономики толком нет. Единственный вариант поборов, это вот поборы по налогам с населением. Все, вся экономика это поборы. То есть взять налоги с пенсии это как? То есть вот нормальная ситуация, то есть как бы ты заплатил налоги с зарплаты, отложил себе на старость пенсионный фонд, то есть с него ты получаешь. А вот с того, что ты получаешь пенсию, ты опять будешь платить налоги. Да, там обкладывается пенсия, да, налогов? Да, 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 ну красота, ну что могу сказать. И при этом выделяете деньги на Украину, то есть вообще нет у себя денег своих уже, только кредитные практически, все равно выделяется туда. Практически, еще 20% госбюджета это кредиты. Ежегодно вот 20, примерно 20% это кредиты. Ну, из них там 2% считается, что мы должны отправлять на НАТО. Сейчас недавно проект такой в Междуморье в Виннесу встретился Зеленский и Наршегил. Ренкевич вот и там по рукам ударили и с барского плеча он говорит 0,25% ВВП Латвия будет вам вот дарить. При этом я про себя так думаю. Вот сейчас вот эти вот Бандеровцы стреляют там на Порожской атомной станции. Ну пробьют они там крышу, пойдет, скажем там пыль радиоактивная. Ветер донесет до Латвии. Сможет Латвия платить в этот момент 0,25% обратно на Украину или нет? Вот не думает никто об этом. Ну просто не думают. В чем как бы вот эта вот ситуация о том, что они везде преподносят свои действия как большую демократию она даже вот видна у Ренкевича. Вот он с экрана телевизора заявляет о том, что в Латвии нет ущемления прав нацменьшинств. Нету. Это слова президента. То есть они считают, что они делают все правильно, никого они не ущемляют. То есть вот вот та демократия, как она должна быть? У нас нет сегрегации, у нас нет унижения нацменьшинств. Европейский Союз по правам человека это дело подтверждает, Совет Европы подтверждает, Россия молчит. В курсе, что по договору СНГ, который был, он подразумевал о том, что создается комиссия по правам человека в рамках СНГ. Нет. Я читал этот документ и как бы, ну, вот даже сейчас, скажем, то есть, хорошо, от СНГ там осталось там раз-два и обчелся, но создайте вот такую комиссию между там, хотя бы вот из двух стран-участников там, Белоруссии и России. Нафига вам всякие есть пуче? Нет, вот МИДовцы ломились обязательно, потому что они могли получить командировку, там, возможность пожить в Европе что-то еще, они ломились туда в Европу, в Совет Европы им надо, им надо в ЕСПЧ там представительство, все остальное. Что дало это ЕСПЧ России? Ничего. Ну, ничего не дало, кроме того, вот дерьма, который на уши понаваливали там на голову в этом ЕСПЧ. Все. Зачем это было делать? То есть, создаете свое? Создавайте. Сейчас же ситуация сложилась-то, батька определился, скажем так, он больше как бы не имеется на двух стульях, с ним все в порядке. Я не знаю, что-то будет дальше с Казахстаном, скажем, ну, там момент может быть упущен, ну, тот же Ермек Тыщебеков до сих пор в тюрьме сидит, который как бы призывает о том, что надо там всем дружить, его сажают в тюрьму за возбуждение междунациональной розничной. Это союзник России, считается, Россия вводит войска, помогает, все остальное, а парень сидит и сидит, ну, честно не знаю. Я пишу об этом там письмо, по-моему, Лаврова я писал, да, получилось так, что Ермек просит дать ему российское гражданство, а ему отказывают, а отказывают на том основании, что закон о гражданстве Российской Федерации не подразумевает выдачу российского гражданства лицам, имеющим судимость. То есть, не зирая, за что человека осудили, есть такая ситуация. Там вообще, вот закон о гражданстве, я не знаю, кто его писал и зачем. Ну, скажу просто, вот одна из моих знакомых, семья, двое детей, старшей девочке, по-моему, там 15 лет, бабушка с дедушкой живет в Москве и еще одна бабушка живет в Путске. Дедушка бывший латыш, скажем так, то есть, ну, как бы, соответственно, папа в семье имеет гражданство в Латвии, мама не имеет гражданства в Латвии, вот начинается вся эта школьная реформа, они, давай мы отправим дочку поучиться в Москву. Не получается? То есть, Латвия подразумевает получение двойного, использование двойного гражданства с России до 25 лет, Россия, как бы, тоже не против, но получить гражданство ребенку нереально, пока кто-то из родителей не стал гражданином России. А они не могут стать, вот с бухты-барахты гражданами России, потому что им надо там себя содержать, там семью, то есть, деньги зарабатывать, а приехав в Россию, все, впервые вновь, ну, как, ну, надо с этим разбираться. Не подразумевает. Много нюансов. Очень обидно слышать вот такие вот нюансы пункт законного гражданства России. Если ребенок родился за пределами Российской Федерации, один из родителей, которого гражданин Российской Федерации, а второй нет, и второй родитель успел зарегистрировать ребенка согласно местному законодательству, то без его согласия гражданин Российской Федерации ребенок получить не может. Представляешь, допустим, наша девчонка уехала в Норвегию, там вышла замуж за какого-то норвежца, вот пошел, естественно, как, ну, ребенок родился, пошел в муниципалитет, зарегистрировал ребенка. И дальше он не дает добро на регистрацию ребенка в российском гражданстве, и его не будут регистрировать. То есть иностранное законодательство выше, чем российское получается. Какой, извините меня, безмозглый таракан писал вот этот закон? Хорошо, ладно, он писал, но у нас там 400 с чем-то депутатов в доме сидят, они же его принимали. Вот 400, извините меня, людей, которые, а за что эти платы получают? Я заметил, что когда вы говорите про Россию, вы часто говорите у нас. А еще раз, а я, вот, как можно сказать, по праву крови я русский. Хотя такого законодательства нет по праву крови, скажем так, но по праву крови я имею право так говорить. То есть по праву земли я имею право говорить, что я с Латвией и все остальное, это мое. А по праву крови я русский, я имею право говорить, что это тоже мое. Поэтому воспринимать вот меня, что я там и там, а я везде. Вот это, я считаю, правильная позиция. Для меня, что там дом родной, что там дом родной. И одного обидеть мне будет больно, и второго обидеть мне будет больно. Хорошо, большое спасибо. Ну, все будет хорошо, и с вами никто ничего не сделает. Ну, хочется в это верить, по крайней мере.